друзья мои всем привет приветствую вас на канале сегодня хотела снять вам видео об обрезке денежного дерева и пока я тут собиралась она у меня дробовызнулась упала потому что она растений много она стояла облокоченная на стекло и вроде как все нормально да а когда я его стала поставила на стол приготовила для обрезки она просто напросто у меня завалилась на бок все вырвало вот я хотела показать вам этот процесс весь но получается что показать уже не могу обрезать так как она стояла под большим наклоном и она просто упала я просто сейчас была вынуждена его быстренько быстренько как говорится ну пересадить ну поставила под углом потому что там она даже искривилась вот и сейчас она еще даже чуть-чуть под наклоном но сильно тянут большие ветки поэтому мне срочно срочно нужно обрезать ну и сейчас я вам просто покажу как я буду обрезать денежное дерево как я за ним ухаживаю вот смотрите здесь такой хороший ствол хорошие вот было уже несколько обрезок несколько ну вот я не знаю вам тут видно вот здесь вот была вот такая обрезка сейчас и не увидишь ну покажу позже были обрезки и сейчас смотрите-ка вот за зиму какие листья он дал тяжелые это уже его клонит все она уже не держится вот света было достаточно хотя вроде как бы зима подсветки нет но у меня большие окна и я даже прикрывала тюлевыми шторами но прозрачными тюлевыми шторами чуть-чуть притеняла вот если допустим сейчас весной их не притенять то листья начнут краснеть но и вот это вот дерево говорит что она как говорится абсолютно здорово вот потому что недавно ходила к стоматологу а там вот такое денежное дерево и висит две веточки вот а это вроде как нормально себя чувствует толстый ствол потому что деревья бывают тоже разные честно вам скажу бывает вот растут бывает не растут как-то плохо вот ну и что давайте буду обрезать здесь такое знаете можно сказать прекрасное разветвление уже у меня вот я так смотрю раз обрезка два обрезка две уже обрезки было три обрезка три обрезки уже этого дерева железно было железно может даже больше так но вот смотрите разветвление отличное вот единственное какой сейчас принцип видите она немножко смотрят в ту сторону потому что она я была облокочена на стекло это сторона более солнечная значит денежное дерево разворачивает свои листья в солнечную сторону и начинает более активно расти в этом направлении но здесь какая ошибка не было своевременного поворачивания надо их периодически поворачивать чтобы листья и само дерево развивалась равномерно чтобы она не клонилась чтобы вот постояла недели две-три ветки в одну сторону смотрят развернуть чтобы другая сторона получала больше света и тоже веточки вы развивались вот ну что давайте будем заниматься значит наша обрезка я вот его еще придерживаю потому что да потому что она тяжелая разветвление у нас хорошая но мы сейчас все равно подкорректируем для начала я сразу обрежу вот эту вот тяжелую ветку вот смотрите вот здесь была обрезка но здесь вот раздвоилась и выпустила 2 вот тоже видите двойная как бы буква вида я вот здесь вот ее обрезаю вот после развилки я еще вот так вот раз и смотрите какой высоты хотите дерево вот развилка произошла она еще дала два сантиметра вот я оставляю значит где-то вот здесь на этой развилки появится еще два растения и значит она будет все выше выше потихоньку расти поэтому если вы хотите ну как бы чтоб она была у вас более компактно то можно обрезать покороче вот можно сразу после вот этой вилки обрезать вот сейчас вот так вот обрежу посмотрим да вот сразу смотрите только я обрезала она поднялась тут вот сколько ну наверно грамм 30 весит вот это вот может быть 40 черенок да вот смотрим здесь что здесь вот он как какая-то боковушечка ой листик сломала ну и ладно ну и ладно так надо мне покороче сделать или не надо конечно если еще короче обрежу листьев меньше она будет более голая но я же делаю это для себя поэтому могу еще короче обрезать могу еще короче обрезать и смотрите если вы обрезали вот так то из пазух вот так вылезут веточки если вы обрежете вот ниже то вырастут вот так веточки ну может быть конечно и одна веточка а может быть и две а вот я вот эту вот наверное обрежу еще вот так еще обрежу чтобы вот здесь вот так вы выпустила и вот здесь две выпустила и просто я не хочу чтобы она была сильно высокая когда делаешь обрезку вот была обрезка и вот здесь видеть вот она обрезка была и она выпустила одну почку одну вот одну а потом уже сама устала двоится может быть я где-то делала прищипку вот но пока так вот смотрите вот была обрезка вот она видите была она она выпускает одну опять же почку обычно на это влияет еще в какое время вы делаете обрезку обычно осенью то она выпускает по одной почки если вы делаете весной достаточно солнца хорошие условия то она выпускает по 2 здесь она выпустила ну вот вот здесь выпустила одну здесь следующая прищипка коротенько она выпускает уже две и я вот так вот вот так обрежу вот видите здесь тоже вот была прищипка вот прищипка это когда вы верхние листочки убираете вот это уже считается обрезка вот ну не настолько кардинально смотрите сразу прям подымается и я не хочу сильно длинные поэтому я вот так обрезаю видите вот вот здесь она конечно выпустила вот это вид ветка смотрит вниз это не очень хорошо вот эта ветка смотрите смотрит вниз эти хотя бы смотрят вверх конечно это плохо это плохо в каком плане но она будет расти вниз будет как-то искривляться но пока я ее не удаляю полностью можно было бы конечно срезать ее вообще коротко убрать но тоже убираю очень коротко вот вот смотрите вот сразу веточка поднялась теперь что мне надо сделать теперь мне надо обрезать вот эту сторону теперь она все наклоняет сюда эту я длинную обрезала скорее скорее противовес обрезать так ну начну с нижних я даже не знаю как вам показать вот смотрите вот ветка да вот была обрезка это ветка вот прям вся смотрит вниз конечно дерево то вроде как красивые тут всякие прищипки надо бы укоротить вот почка наклюнулась видите наклюнулась хорошенькая почка так смотрим как же нам обрезать здесь вот она сама раздваивается раздваивается вот если ну давайте вот так для начала обрежу еще обрежу если что вот вот она видите вот она боковую выпускает может еще выпустить так укоротить сильнее мы сейчас как говорится успеем так вот во первых вот она здесь вот эту которую вниз я вообще обрежу вообще вот так не надо ее вниз вот это вот вверх хотя бы растет вверх но она как-то растет так по непутевому видите мешает друг другу как бы вот это вот мешает пока оставляю но надо смотреть надо смотреть вот например вот здесь вот была прищипка или что здесь такое было вот она здесь решила раздваиваться и вот здесь эта ветка сильно за ну как это затеняет и это веточка эти слабенько развивается потому что солнце и мало мы сейчас до этой дойдем пока я вот так обрезала если вот эти уберутся то это получит больше света веточкой будет более нормально развиваться тем более вот она боковая развивается так давайте сразу вот эту тоже обрежем обрезать буду вот она была прищипка можно обрезать вот так вот смотрите можно вот так но она все равно как бы дает поэтому еще я чуть-чуть обрежу вот так тут правда один листик но ничего ничего вот этот со временем она его сама когда он станет старый она сушит так вот здесь я делаю вот так в надежде что она здесь выпустит 2 в надежде весна я надеюсь вот сразу видите как светло стало так вот это больше куда-то вовнутрь растет но получает вроде как достаточно света я вот обрежу ее где-то вот здесь вот так и здесь еще не знаю видно или нет есть боковая веточка боковая здесь вот видите уже все хорошо мы укоротили это оставляем потому что это молоденько развивается теперь смотрим смотрите видно нет вот видите здесь была прищипка вот она была она выпустила вот одно вот вторую это еще сама уже тут раздвоилась в общем и здесь вот начинает раздваиваться как хорошо так что мы сделаем мы вот сделаем обрежем вот так и здесь я обрежу обрежу прям вот так обрезаю довольно таки сильно вот этот вот пенек ничем не замазываю буквально она вообще через неделю уже появятся вот здесь пазуха почки и или она просто чуть-чуть засушит или вообще вот этот пенек она сушит дерево саму решит как ему нужно так вот смотрите вот это вот веточка да как ее обрезать вот да и не буду я длинно все равно коротко обрежу хотела оставить вот так ну ничего она рыб пусть распушается пусть распушается вот так теперь смотрите вот это вот ветка вау вот она пошла вниз она вся изогнулась вот вот отсюда видите здесь была обрезка пошла вниз и загнулась и висит висит и тянет я ее обрежу совсем вот прям совсем вот так смотрите какая вот это его пересаживала на всяк земле у меня вот вот так теперь здесь будет больше света может быть она здесь даст две почечки я надеюсь так вот еще есть вот такая вот она такая вообще вовнутрь куда-то растет непонятно куда я ее обрезаю покороче пусть она здесь развивается дальше идем так вот эту сторону уже видите хорошо и обрезала так смотрим эту сторону нет мне так неудобно я ничего не вижу вот вот была обрезка вот здесь наверно была прищипка или она сама раздвоилась не похоже на прищипку вот здесь видно что пенек вот она старая отсушивает здесь мы знаете как обрежем ну вот для начала обрезаю вот так и смотрю и смотрю вот так обрезаю и смотрю вот так обрезаю вот тогда супер вот эту можно еще короче можно еще вот поэту убрать потому что но все равно от обрезки до обрезки если даже вы ее коротко подстригаете все равно она сантиметра два становится все выше 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 с каждой обрезкой так и как нам сделать оставить вот эту на уровне ну можно оставить пока можно вот теперь смотрите вот эта ветка но тоже смотрит вниз листики смотрите как стеклу были загорели красная но я ее обрежу обрезал так вот так обрежу вниз смотрит вниз она не нужна но пусть пока будет пока будет а там вот теперь вот эта ветка тоже она уже как-то и в бок и всяко разно вот так и вот обрезаю сразу ну собственно вот и все вот и все смотрите она сразу уже перестала шататься и клонится и все а то мне приходилось я вот палочки для суши где-то что-то делала то привязывая что ну желательно делать своеобразную горе на прищипку а вот еще вот здесь вот чуть-чуть посмотреть но здесь можно только прищипку сделать вот это можно сказать что прищипка прищипку можно делать руками нам вот так раз все прищипнули отщипывается хорошо вот здесь что вот этого растет во внутрь тоже не к селу не городу не к селу не городу называть стоял ее обрежу вот 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 смотрите вот здесь выпускает прям в почечку правда еле-еле держится но ничего может быть если ее не трогать она крепнет вот пенечки отпали так здесь у нас что а ну вот она выпустила боковиночку верху растет видите еще даже подшатывается подшатывается но сейчас я ее полью мне пришлось она же на бок было мне пришлось вообще и вот так вот посадить боком хотела вам этот процесс снять но думаю я вообще тогда ничего не могу снимать не держать за ее в руке ну и вот ну и вот ребят смотрите смотрите сколько но это по весу ну не они совру около килограмма если не больше ну нет больше нет конечно килограмм где-то очень тяжелый все вот это можно укоренять можно вот выбрать какую-то хорошую как какая вам нравится вот я даже не макаю в этот укоренитель можно вот так вот если хотите если хотите вот так раз подсадить и пусть сидит пусть сидит сейчас даже я ее полью все вот больше наверно ничего сажать не буду надо мне не надо у меня их много это я просто вам показываю что можно так их укоренять можно укоренять в воде можно вот таким маленьким совсем череночком укоренять можно укоренять вот одним листиком вот так берете листик вот листик даже оторвался он как вот так положили чуть вот земелька вот тут все вот здесь вырастет вот в общем очень неприхорачивая тихотливое растение так как я его поливаю ну вот смотрите земля такая но еще не совсем сухая но уже уже поливать можно уже поливать немножко можно вот приблизительно до такого состояния я ее просушиваю но не совсем сухая вот прям от берешь чувствуется влажность вот теперь подкармливаю универсальными удобрениями из серии 20 20 20 там 20 фосфора 20 калия еще там чего там 20 процентов и в микродозах ну вот навожу лейку и каждый раз прям допустим написано чайная ложка на 3 литра воды я беру треть чайной ложки на 3 литра воды но подкармливаю каждый раз каждый раз вот так на этом все друзья конечно я его оголила оголила но ничего она все отрастет все отрастет на этом все понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь и до скорых встреч пока пока